сейчас та ночь и колгачу здесь господи иисусе христе сани божий помилуй меня грешен номер 182 события дня воюй до конца 11 июня 2016 года вот я в потеряевке нахожусь уж тут гадали гадали какой выбрать там трафик называют сколько платить в городе кто-то за меня платила не за 500 что ли рублей так ну круглосуточно работал и нету здесь даже самые маленькие что-то поставить смотришь уже гигабайт откуда чего ничего не понимаю и ночью надо ночью вот я пришел лучше сегодня час десять или час двадцать ночи ну и все уже дальше не приляжешь сижу тут все где-то выбираю непонятное вообще для меня это явление и вот здесь пишет ошибочка была сделана матюшин алексей казахстан он спрашивал что делать вот как скажешь так я и сделаю священнику во время службы пьет пять литров вина купили говорит там литургию послужил или сколько вина нету уже отдай ключи из от склада чтобы он мог ну я говорю еще же так ну квадрике ездить или ездить и ну договорились я говорю делай бойся бейся до конца но они все заодно это дни миром мазаны вот послушайте не сходится иногда я говорю поезжай к епископу все расскажи и молись и как-то ну может быть но законным путем но не так что давайте давайте вместе ряды сомкнем ну как сомкнем ряды пойдем попу морду набьем или еще в огороде у него морковку вы вывернем казначей съездила к владыке я не смог лежу в больнице вот это алексей иконописи сон иконой там рисовал поддержал меня во всем одобрил все мои действия ну вот тебе пожалуйста вот они все все такие я знаю не все такие это в казахстане и ключи ему не давать вот так попу который выпил много вина и во время богослужения пьет вот я пояснение уже даю ключи не давать ему а вот вот уже тут главное он требует ключей чтобы на складе где-то спрятали найти вино выпить но еще дальше это ну дальше чего я буду рассказывать на то каноны есть по канонам его запрещать и в этом все дальше уже разберется но благослови бог этого владыку который так сделал а священник образуми чтобы не пил или как-то ну это отчет такой роман кафроликов здравствуйте и на тихоныч мне осталось купить резиновые сапоги постельное белье с двумя наволочками и головной убор а также тетради и пояс хотя ремни у меня есть слава христу то есть сюда прошлом году разрешено было на крещение приехать не приехал теперь отказано ему вообще чтобы просится уже нет нет не надо уже доверия нет зачем это нужно вот ему тут предыдущий было я задавал вопрос он ответил все просится искусно просится тогда я меняю отношения но разрешил только быстро он говорит выехал это уже за 11 число 23 в поезде предлагаю книги евангелия для прочтения слава христу ему тут вопросы разные задавал учился ты где нет учился мало того школу закончил так университет закончил с москвы сергиев посад кажется такая это который сегодня вот написали через skype отец виталий пишет поздравляем с днем рождения храни вас бог на многое лето спаси христос отец виталий на меня когда нападали эти лека прямо со всех сторон кто со мной хорошие и они по-другому то они не могут особенно миссионерские отдела это дьявольская дыра в происходе но сатана придумал эти отделы миссионерские как они могут у них ни одного таланта нету вообще ничего нету кроме злобы дворкинской и они сразу кто со мной хороших отношениях нападает на него то марьясова клиент даже сергея парализова на это он как бы дал понятие что не с ними так они в тебя беса игнати посадил то есть они одержимые миссионерские отделы это удел дьявола в том виде в котором они есть ни одного таланта нет а почему тысячи талантов за того сказал а потому что человек меняется сегодня один завтра друг они этого не понимают у них одно не с нами значит против нас это горьковский принцип это выродыши из этого я говорю никто сегодня как будто бы не слышит это дело поймите миссионерские отделы это самое подлое гнусное что сатана придумал то есть самое талантливое самое духовное должно здесь собирается они понятия никакого не имеют как сделать зло и любыми друзьями показать перетащить в московскую патриархию вот у вас нет того того у нас есть у вас еще нету кроме наглости бесовской я к неведомому как бы говорю вообще и вот витали все остальные они терпели на них которые с нами в хороших были отношениях но последнее время у тебя переехал и перед этим было замолкли бог слышит молитву мы же постоянно молимся за них что бог их благословил не вменил им судный день вот отчета за вчера шли день вот один день как он прошел в первую очередь только там один день полноценный день первый был 10 мы приехали там уже обед и все вот как здесь дети все нормально все под контролем есть затруднения с обслугой надеемся на деревенский от я сижу здесь даже не оделся вот а зачем почему не оделся вопрос да потому что в комнате напущены мошкара и комары я ложусь спать спать не дают поэтому я разделся сейчас сижу голые ноги руки все чтобы они на меня садились и я их привлекаю запахом и я тут помаленьку придавливаю по-другому так как вчера баня была тем более расслаблена я с одного на другое скажу вот мне нужно готовить фронт как говорят работ но я около себя держу виталия калиникова совершенно еще не знает по сравнению с никитой то никита это вообще ас он разбирается установил от мне здесь с витей с виктором савченко этот компьютер мой тут рядом вот у меня процессор стоит тут нельзя повернуть никуда ну так просто поверить прямо на столе ну все как надо его сейчас просишь он знает бегом бежать значит один раз он будет бежать он делает дело это я никите говорю никита андреевич колесников а виталий вообще ничего не знает тот не знает хоть ломал инструмента а это даже и этого кажется ломать то не знает но я поэтому держу его около себя приучаю голубям полезли я нынче эксперимент провожу голуби болеют часто своей болезнью вертячка называется голова заворачивается приезжая самые лучшие голуби погибли в одному ли ну что делать то болезни все разузнал везде выписал ничего боли никакого нету поверьте какой-то к вам голубь залетел считает от того что у меня они породистые они породистый залетел им оставил это все ну как раньше говорили вот это птичий гриб куриный гриб нет никакого гриб это оказалось афера опять очередная и вот ну а некоторые сомневались и в алтайском крае направили 400 лет охотников по краю были которые убивали уток суд на уток ну побили уток то на экспертизу представили уже назад уток то не отдают кто на экспертизу то просит и нигде ни одного случая не подтвердилось ни одного утки погибли бедные и куриц порубили но как вот коровье бешенство постреляли а теперь другим ну там конкурентов то нету перекалывали стреляли коров призвали говорится снайперов кого-то где на лугах но все это такая прочая то есть беда везде ложь а диких вот эти дикари прилетает а они заражают а я сейчас наоборот вижу где они не прилетает там зараза зараза почему но потому что искусственно выведены голуби я раньше держал простые голубей вот такие белые что были там отдельно коричневые называется там палевые а сейчас я вижу что они здоровье несут вот собака болеет это чумкой но их зад у нее такое как ноги передвигается сдвигается ноги вместе ну дохлая дохлая а бегать которые по свалкам эти они ни одна не болеют но так как в деревне живет женщина или ребенок и в городе разница очень большая вот они приезжают из деревенским они как налитые ходят здесь все свое корова своя свежий воздух они нигде у них раздражения нет на трамвай не бежит там скорее попасть машины тут не давят не дой машины я как приехал не было еще здесь своя то проехала одна и все так и здесь ну вот из города я там полу ко мне прилетают они голуби прислал сюда их ну сколько не знаю в общей сложности я думаю их около 12 вот вчера на первой голубятия выпускалы но перед тем как выпустить мне надо было окольцевать окольцевать то нечем я тряпочки пришиваю к ним обыкновенные красные тряпочки сейчас покажу вот такие вот или летали за гнездо положили мы там солома сена а это теперь пришиваем он держит я пришиваю на голову на эту на первую голубятню там сюрреалистичный горит сооружением крыша от земли на 960 выше столба вот ну и он в первый раз видит ничего не знает вот как будто только сегодня он утром вывалился откуда то вообще этого света не знает самое простое простое не знает как же можно так себя обокрастили как сказать ну и какой вывод вывод один я у с собой беру везде везде все наговариваю рассказываю как рубить как пилить как прибивать и почему это делается а дальше спрашивать и как бы взял никак то есть он ждет когда пообедать и больше ничего нет ничего не знает совершенно дверь прошел настишь комар ну комар залететь глазами хлопают это еще ничего бы а то умничать начинает это я все при нем скажу не за глаза вон сейчас в лагере они спят вот ну и вчера я его взял с собой мы всех их окольцевали открыли голубятню я говорю теперь посмотреть надо как они будут выходить открыли окошечки ты он стоит с обратной стороны с противоположного удобно крыльцо с одной стороны он заходит с другой стороны и куда как ты увидишь но они вылетят да не вылетят они посмотрят обернуться назад потом еще надо увидеть когда он голову высунет потом вернется даже этого не знает но я его повел на улицу обвел вокруг вот смотри вот это литок называется нету нету ну пойдем работать будем такую работу там пир с кленовым кустами зарос дом у одних и давай выпилим пока что а я все поглядываю все опустил на зон больше не видит я говорю виталий смотри он первый выглянул выглянул голубенок он не понимает даже это ну посмотри где то ну глянул и опять то есть не нуждается не понимает ничего и вот я говорю один вылет теперь мне главное интересно дикари они заперты были но это сезарей вылетел один вылетел и не полетел никуда сел рядом и вдруг один голубь белый вылетает и за ним сезарь и то ли они сдружились то ли что но кругами пошли кверх ну хоть посмотри маленько там это какой-то работник ну глянь хотя бы это рассказывай как мог как я про себя и должен сказать почему у меня такой я с детства любил ктисты узнавал где гнезда какие яйца это все устраивал для ребятишек там свои отдельные музеи ну пилить вот это отпилить надо вот это отрубить сучок топором машет еще вот это сложи сучки сюда вот это на дрова пойдет сюда начал делать делать начал дальше вот это вот почему здесь такой а здесь вот так вот это лестница убрать ее надо как ставить не знает не ну я же городе один ответ я в городе но в городе ты все равно же маленько что-то дерево запираешься здесь прошел дверь настишь ну ты видела она подпёрта палочкой подпёрта и замка ничего нет я прихожу все настишь открыто настишь совершенно никого нету дверь не закрыта косякам не придавлена даже ну ты мог ее придавить я же городской ну чё в городе все двери открыты и ключей нет ни у кого и ну хотя бы дверь ты прислони ее чтобы комар то не залетал то нет вот а жена то так я не знаю почему в семинаре учился мозги отшиблены в семинаре учился но даже и то там не подошел это выгнали с одной из другой но никуда больше не идет он понимает при таком бесталанном состоянии это только миссионерский отдел он умничать начинает я все это выговариваю выговариваю ему это не по за глаза говорю потому что я уже десятки раз его высказал ну смотри маленько вот сколько их вышло посчитают то есть а ну я тебе говорю работать не надо только за голубями посмотри мы через дорогу ушли работаем и глядеть никак то есть полопать вот полопать как говорится бачка будем лопать это у лескова николая семёныча там какой-то северный провойник мы вот я вчера после завтрака его взял с собой метр взять топор и ножовку по дальние пруды дальние за деревней далеко километра идти а дождь прошел сляхать идем мимо батюшки на доме батюшки собака есть я говорю а он ее редко выгуливает он когда пасет может на поводке я ты постой здесь я сейчас выпрошу собаку чтобы она прогулялась собака какая-то сидит где-то там внутри сарая на привязи а я не забочусь понимаешь не думаю разные разные это я пошел батюшки нельзя пустить она ведь сразу сейчас через дорогу барабаша а у них кобель а это сучка у него батюшки восточноевропейская породистая дочка этого урагана с которым я ездил чемпион россии на поводке давай на поводок ну когда уйдете дальше может пустить отпустим но я горит и беги за мной велосипед сильнее оставил у него там что-то вздутое колесо и ладно я пойду пешком ну батюшка данном собаку мы пошли я гляжу этот раз это который мы делали она прям никакая то есть зимой каблыги их не могли даже бульдозер раздавить а дальше то его издлинуло а я понимаю что там не довезли я прямо подсчитал и вижу много не довезли щебня много и по весу по объему ну я математикой то разбираюсь и все это попутно охота сказать и вот надо всех людей собрать теперь ребятишек и там все это с бордюров собирать на середку где вообще нету некоторых местах щебня то все рассмотрели дальше идем собака бежит она не научно ничего не играет и больше ничего нет ни злобно ничего пока собака похоже на хозяина батюшкина она мы пришли дальше надо рыжковский пруд мы его называем и северный рыжковский так и называется севера потеряевки ну там пока пришлось спалить одно сушняк дерево замерили рулеткой 5 метров ну и кинуть прорыв воды который оказалось что нам нужно слеги большие прямо из деревьев восьмиметровые 4 а потом по три метра с чистоколом это для земли которую бульдозер будет сталкивать а эти два рядом с по сторонам то поставим когда вот в одном с одной стороны с другой или между ними тогда толкать ков короб землю а чтобы они не развалились их надо стягивать то есть работы много он еще не знает как бросить как замерить чего замерить он как будто и глухонемой и слепой семинарист батюшка вот этого только предлагали никите на что на подходе был тоже такой же толмач мы все сделали пошли теперь я говорю там второй мостик называется лага идем вот почему что за нога объясняю это после потопа только начинается смотри какая ширина и широкая какая-то 50 метров глубина там метра четыре ну представь себя враг ровно стесанные стенки явно что тут все отвечает вода откуда вода тут нигде не гор нету ничего а дальше ровно место поле она год мокла земля теперь потом закончился она стала уходить свое место ну и все это рассказываем вот камыш теперь иди за мной наступай камыш подминаешь он густой сухой камыш и маленького задерживать мы перейдем на другую сторону лога перешли перешли только трава растет но все это ее никому был третий он бы все снимал вот смотри трава такая кустица вот эти кустики вот это такая а водится на более густая и более зеленая почему не знает я городской то есть городской не знает человек ничего я говорю вот почему это означает грунтовые воды ближе всего здесь подходят к поверхности воды бы ничем нельзя не объяснить сухой 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 климат погода такая бездождливой было и она прям кустится почему ей влаги много подходит вот колодец копать на этом месте и надо как советует когда туман то бывает пляж на землю городу перед собой растели поверх смотри где заметишь арасу но я говорю как описывает где искать источник воды ну сказал он не заинтересоваться не переспрашивать не городской это не городской дело в том что нахлебник а чё я кран открою вода потечет кран он откроет представь себе человек 30 с лишним лет и только на краник но сегодня краник а завтра его перекрыли и нет ничего птички летит и остановились я говорю посмотри какая она она далековато летит ее не видать и солнце отстречивает я говорю ты видишь она как у нее полет неровная она то к верху то к низу хотя она не даже так лететь у нее это стабилизатор сзади длинный хвостик вот сорока летит как ровно а почему это не ровно летит не знает я говорю ты слышал как она кричит она далеко и но не видно какого цвета да да черная должна быть желтая это редкий свет в степи она должна быть желтая степная трясогустка и когда она разлетела развернулся она желтая понимаешь нет знание она восполняет зрение она мешает солнце от свет а для меня это ничего я потому что вижу по полету что это за птица ну ты заинтересовался хотя бы как и знать нет дальше идем клубника я говорю тут никто не бывает вот почему она какая разница с земляникой на что она угодно ничего не знает ничего теперь лага смотри где нам перейти надо туда и сюда это еще до пересекать лагаете чтобы выйти на наш рубеж тому пруду который большой был пруд его то раньше крестили мы там а теперь его там приехал директор на нас злобился искорчено мануэлов анатолий сергеевич прислал бульдозер раскопал воду спустила на выездание заблокировал до глава администрации когда вызвали метилева петра федоровича так он аж заматерился да то что же делается ну тут подали все с печатями с бланками на бланке дал что весной еще но зимой уже никак нельзя камлы весной сразу положим трубы и завалим и трошей у которой он раскопал заблокировал то ничего не сделал конечно и а судья говорит а у вас есть документация на этот пруд а а пруду этому 180 лет я говорю я был на кладбище спрашивал кто свидетель где документы они молчат ну и все то есть подлость вот это вся каун коммунист всегда меня преследовал здесь а тут уже все вдруг коммунистические идеи прошли мельником стал там закупают пшеницу таким ли он заделся фермером и переработку то есть все деньги а как же учение ленина то есть лгал всю жизнь ну перестройка разворовывать страну и ты туда же это все попутно говорю вот подошли к этому озеру и подходить как бы пруд а тут перекопано там каком году теперь смотри почему как перекопано я бы объясняю вот куда тут перешек шел а теперь вот кто-то бульдозером делал для того чтобы спустить в воду смотри варенька то он он глядит глазами хлопают обитали то они ничего не может сказать но я тоже здесь первый раз вот с этой стороны я не был ну может был когда-то почему так а почему все так а значит заботился вот об этом хороший был здесь бульдозерист я говорю хороший мы идем я уже говорю бульдозерист какой он был какой трактор этого ничего нет у тебя мозги есть мне это не требуется не требуется а теперь потребовалось теперь я должен такой же иметь бульдозер и сделать то что сделал тот то есть я учусь на его а там все заросшее и такая ровная ровная идет как бы канава я говорю что такое не знает это паскотина она была глубиной иногда до полутора метров посмотри за горизонт скрывается какой народ был крепкий здесь лошадей пасли и вот она идет вот здесь был поворот то есть это было 85 лет назад понимаешь нет мы идем считаем как книгу книгу на полях события дня я в события дня говорю а сам думаю виталий все-таки что-то знать теперь спрашиваю да он так то есть он не учился говорится еще не учился и ничего только на две извилины мозги свои устроили люди ну а теперь я гляжу третье извилины появляется идет я велосипед веду не догадается взять володя тут подскочит не даст инструмент на нем велосипеде на моем велосипеде то но я ему отдал он велосипед трудно то через залога эти камыша он прямо себе тащит ну дальше нашли вишнам вот здесь положили велосипед теперь пойдем назад заново пройдемся поэтому отрожку как они делали почему какая высота от воды трудно определить на глазок хотя бы три метра наверное ушло воды а теперь там будет ли столько этой бульдозер работы много будет там-то мы за пруду сделаем а здесь поднимем прокопаем траншею чтобы весной вода уходила слив стороне сделать а деревенские говорят сделаешь тут полезу со всех сторон но тут два мостика 2 не будем делать для нас но зато нашим поэтому по сделанному зимой легко на урывку будет идти это на урывку они едут в снегоходе там машина у них и тогда уезжает город с молочной продукции это все за день да до обеда это было ну и вот первый мостик подошли а там разбросанные доски плавают и перейти никак нельзя если вот это поперек положить а вот это кочка а с него вот это вот и вот это вот выловить доски там бремя такое кривое какое-то берем ствола дерево даже бремом нельзя назвать то можем перейти будет но он правда разулся виталий уже слушается ну и давай подтягиваемся а это мешает рена хватает его не ученого бы тащила в нужную сторону она у него ну от него как бы отбирает перешли сделали теперь другие будет переход там видишь мы попутно делаем лежат три доски и доски это павел наш дело-то для коров чтобы они вы меня не пачкали а другой возьми да посмеялся он говорит он соседнюю деревню переезд сделал туда чтобы за водкой ездить но и сильно обидел его этим я как туда никогда и не ездил даже ну то есть человек сказал слова я имеют последствия здесь то выпивали вместе как раз с ним а тот человек ко мне не расположен попутно сказать а игнать он и прорабом работал в только полтора дня и всего но я павлу привез трудовую показал смотри вот я закончил взяли в органы увд прорабом дальше я семь месяцев работаю меня призывают в армии какая моя вина здесь после окончания тогда нужно было отрабатывать и где нету а так он врал так он врет все время а тот пьет а этот врет то и собрались и ну воры пьяния сова погибнут но вор лучше обманщика вор и лжец 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 а лжец и говорится лжец десятки раз обманет мне вот здесь доски какие-то то павел игру на привез и бросил он сам уехал давай вытащим их вытащили на велосипед и длинные длинные доски там метров по пять с половиной три доски все в гвоздях в гвоздях как вот лишь маленькие гвоздики торчат что это означает из доски но это что-то там прибыл не может назвать я говорю на эту рейка называется называется дранка сам-то забыл сказать эта штукатурка была здесь чтоб держалась никто это евроремонт не знаю вот это доски он не выдержит кто это будет доски бросил здесь ленивый в этом деле корова наступит повредит ногу а потом можешь коровы лишиться вот как понимаешь затем смотреть я уже прикидываю кто такие небрежные два человека одного нет остался один вот на него то есть его нету но кто привез доски я уже забираем эти доски перевозим на этот пруд где мы ремонтируем для них же все делаем то и забрали на велосипеде притащили держи крепко руль на руль это была доска легла и на сиденье мы закрепили завязали ну и даем веревочку завязывать но я не знаю что когда подъедем снимать вон и завязал на узлы я говорю почему ты на узел то завязал то их доски то дергали и поэтому ну завязалась а что такое ну петелькой надо было петельку дернул бы все все в воде разорвать его что же утонул бы в глаза его моргает дальше нету петельку завязать не знает в тридцать с лишним лет это разве в городе это себя ты так поставил еще удивляйся развод один развод там у другого мне один пишет двое два развода там художник там был и женщина то вас терпеть не может она должна за тебя держаться как за каменную стену ты а ты тебя как смотреть она тебя волочь должна не мусульманам не никому такие не нужны но это я уже попутно его и еду дорогой сейчас убить надо комар о видишь он я их выманул на запах то я подсадная утка для этих комаров они вылазят здесь на меня мошка особенно ну и дошли туда второй пруд но я остановился на берегу смотри вот камыша между камышами маленький пролет такой сантиметров на 30 что он означает и вода мутная не знает я говорю это означает выдра здесь но так как это слишком близко к поверхности это не бобер это вы ну андатра андатра и правда собака бросилась камыша там как взбурлила она испугалась и туда и смотри как поверхность заволновалась и она под землю ушла поймать ничего не стоит сейчас капканы ну куда я нам водяная крыса американская вот я вам это все рассказы и дальше идем игры видишь второй вход откуда корова шла тут проломила потому что близко к поверхности то есть мы считаем как книгу он ничего этого не знает тут вылетели утки двери от посмотри это косатые селезнем она вылетела вот селезнем она вылетела значит это уже споровавшиеся и полетела она далеко значит гнездо где-то далековато у нее здесь но проходит какое-то время уточка маленькая по поверхности воды туда-сюда у нее здесь я говорю гнездо это назначено черок а собака кинулась и она перед ней как будто крыло перебито я грузи она подходит и вот тоже заложил в нее а моя батюшкина собака рена за ней а присядет опять присядет опять и собака скрылась за бугром где-то она говорит теперь она взлетит вернется и дома а собака что она собака она глупая не понимает так все и есть но дальше ему рассказываю виталий то вот здесь один раз когда буду я выпускал там оказалось хорьковое семейство и там они как поплыли оттуда хорьки почему они здесь были как они приближаются к деревне какую роль играет я городской ну хоть городской молоко то ешь просмотрел далекой или вот где наше стадо пасется почему туда угнали какие на пути у него озерки есть где ему напоить напоить через сколькой но это городской может не знать но молоко то ты ешь и знаешь и вот молоко будет маленько горчить вот у нас мошка донимает смотри маленькая полынка такая вот я взял ее в руки и потер лицо себе и все ни одна мошка не садится уже ты не знаешь как себя спасевой запах какой я люблю такая то если аппетита нету первые навары ты выпьешь и у тебя аппетит появится то есть ничего не знает ну ну маленько то хотя бы заинтересуйся одна единственная жизнь только женщина и вино больше ничего нету и женщина такого тебя не будет какая она не глупая все равно видит что ты никакой нахлебник поразит зачем она тебя не уважает и легко меняет на другого он разведенный я ему все это толкую доски привезли свалили а куда теперь но я не буду ничего говорить говори вот мы остановились напротив нашего пруда доски довезли куда в другую сторону вон туда давай-то там шалоболиха неси туда надо засмеялся нет прямо мы бы вывезли на велосипеде назад мы не повезем остается одна сторона и та сторона где мы слив делали она сгодится здесь делать взял-взял тащит ну зачем тащишь на себе то смотря на как лыжи идет я за ним когда взял одной рукой и едой она идет нужно нести тот я не надо не от ее на руках тащишь она тяжелая а так это еще на катится за мной это до доска трава гладкая и ну ну хорошо подожди ка я убью его вот еще появился комар я его выманул запахом своим а так как я легенда он их выманывал на свой запах вот такое дело доску тащит по грязи а по грязи то зачем тащишь то свернул по траве теперь теперь сделай так чтобы с насыпи не было видно то утащит кто-нибудь люди так какие есть ничего не знаю но я тебя скажи виталия почему я тебя взял они никиту вот до конца нет понимает но где-то рядом мы слишком там ворочивается потому что ты ничего не знаешь я должен учить тебя не просто критикую или что-то ты попался мне попался и говорит как девчонку спрашиваю а теща горит хороший мужик попался как карась попался а что он видел то в ней если хороший так ты должна быть хорошая это все попутно но и вот здесь досками я говорю ладно ты доноси я поехал с собакой к батюшке она сразу без смотка рванула к соседям и хитрая такая я хотела взять на поводок пошел никак а ошейник строгий там с колючками наконец я поймал привез а в конуре в конуре курица квощи пока она была там уже две курицы два яйца снесли она рвется туда задушить ее надо нагоняется за курицами теперь я ее держу рукой отодвигаю на здоровая прям ломает руку а курица сидит квощи то есть конуры не вылазит но то я события дня то это деревенские это события наконец я изловчился под рукой подсунул два яйца в ней из-под нее вытащил чтобы она не привязана были парить надо то есть вывести цепушек цыплят вот убрала то теперь ее за за гривок и оттуда ее выкинул она прям за ней собака то ну все прошел по дому прошел вокруг где баня овечка никого нет покричал покричал у батюшки всегда дверь открыта ну хотя бы палочку подставки палочку нет наклюкает вас сатана по затылку ну почему же не поставить палочку или хоть поганый ведро к дверям какое-то что дома никого нет сигнал зашел по комнатам никого нету а там же и ценности какие как у барабашей открыто все барабаш начал палочку ставить где-то маленько и вот эта малая часть дня какая она интересная потом на вечернее богослужение пойдем потом у нас баня будет вот это отчет за события вчерашнего дня в интернет боюсь заходить потому что боязно счета тут какие-то гигабайты накручивают но я согласился на 400 рублей в месяц посмотрел прямо несколько минут и всегда ничего не пойму но думаю что это обман какой-то несколько минут и гигабайт ничего не скачиваю по скайпу не разговариваю а только посмотреть где пакости кто делает там убрать это или что-то совсем ничего вот сейчас я могу даже открыть посмотреть как откроется что будет из боюсь заходить выключать как интернет не знаю приходится полностью вырубать его глушить весь компьютер и туда вот сейчас я нажимаю ну опера заработает вот она идет крутила о еще тут нету не зайдешь почему потому что надо все встава вставлять это что о 6 человек зашло это какие-то оставили эти комментарии не знаю кто вот видите сейчас я нажму что тут есть но если много это означает не знаю даже что бывает как правило один вот тут паршика три раза если несколько на разные ролики и никакой физиономии тут нет ничего это говорит недоброе что-то но это одни и те же люди под разными именами заходят надежда тишли что она пишет комментарии и на тучкова я хожу храм молиться к христу а не к попу надежда тишли и на тучку я это чувствую духом все что там творится не по евангелию вижу но это надо толкнуть его чтобы открылась полностью считать вот посмотрим дмитрий телков сша баптист от церкви христа и священства вот на этот ролик она что-то потянулись между собой как бы диспут или что у них тут уже идет а тут крутит и шат на одном месте крутит и крутит и попробуем почему приняли от фомы не приняли вот так теперь я нахожу зачем руку полагаться и создавать свою церковь вернитесь туда откуда вы не спали надежда тишли правильно говорит даже и на тучкова надежда тишли то есть даже если бы вам этого никто не сказал то вы бы все равно почувствовали что духом своим и если представить себе что руку полагал епископ гомосексуалист то тоже ничего страшного главное это руки вопрос задают и на . надежда тишли отвечает я хожу в храм молиться христу а не к попу но тут между собой видите разговор какой между ними вот тут и разбирайся кто за кого кто на ком стоит и дальше алексей аллею что-то я златоуст после порожденным что а почему бы вам не прокомментировать деятельность аркадия петрова игоря мне никто не просил зачем комментировать алексей паршиков дальше пишет почему бы вам не прокомментировать благодарю за хорошее видео дважды одно и то же ну зачем дважды сейчас я зайду то ли у него не отобразилась единожды и надо дважды было вот из-за я захожу сюда борется Ага. Пожалуйста. Болится, да. Боряусь. Боряусь-то какая искренняя. Скажут ещё из другого ролика я принялся. Из-за этого заблокировать могут? Вот так. Почему в Нерково не прокомментировать? Григория Гробового. Зачем Григория Гробового? Посадили, отсидел, его где-то не слышно. Выдарю за хорошее видео. А то что Алексей Бондарчук, Паршиков? Ну что-то. Непонятно. Ну и ладно. Главное, что они не изматерили меня. Ничего. Замечательно. А дальше. А вот Алексей Паршиков теперь. Что он комментирует? Почему бы вам не прокомментировать деятельность Аркадия Петрова? То есть это уже начинает повторять. Повторять это уже, что называют? Троллит. Или там как-то флудит. Конечно, не знаю как. То есть я вам... Это уже не с добром. То есть свое тянет на каждый ролик. Зачем? То есть что ему? Какое отношение имеет ко мне этот человек? Не прокомментировать. Я его убираю. Он уже... Его ничего нет. Огромный ресурс. Четыре... Почти пять тысяч роликов. И он ничего нет. Он долдонит свое. Вот так. Все. Что еще снова? Во свете Библии. Врач из Селии сам себя... Это стихотворение. Ну, сейчас посмотрим, что он. Алисей Паршиков. Ну и ага. Что бы не прокомментировать деятельность. То есть опять сюда. Одно и то же. Ну и комментирует точно не... Врач из Селии. Что-то ни туда не отобразилось. Нигде. Ну, ладно. Время тратить. Алисей Паршиков. Что-то у него, может быть, новое есть. Как хорошо в деревне. Что-нибудь. А что он прокомментирует деятельность? Знаете, на каждое везде одно и то же. Больше он здесь не будет под этим именем. Ну, другое может быть. То есть везде. Ну, сказал. Я еще не прочитал. Он везде это засоряет. Как у нас говорили. Не засоряет, а засирает. Ну, образуя свой там где-то. Не прокомментировать. Ну и что. Заблокировать. Да и все. Стратегия национальной безопасности. Видите? Надо еще проверить. Вот это дополняет. Да. Бог здоровья. Какое вы молодец. Вам бы страной правили. Тогда бы развела. Рассвела Россия. Огромным уважением Алекс Граф. О, меня Графа уважают. Граф. Ничего себе. Граф зашел. Ну и что. И звать его Александр Граф. Ну, интересно. Почему-то Антихриста показывает. Фильм Антихрист. Тоже Александр. Но я ни к чему не говорю. Просто так. А то скажут. Не знаю, что судишь. Джек. Джек. Джек это собака. У нас всегда звали Джек. А на шершней нападает. Что они здесь? Ласин. Вот. Нападает. Что шершней. Зачем мы выжигали. И то другое. Ну, то и дурью. Вот они. Все им это. Показать. Что? Что он говорит? Классный. Все это такое вот. Не поймешь даже. Классный дедуля. Классный дедуля. Это о ком же он говорит. Мы там трое были. Ну, дедуля это наверное не о Никите, не о Володе. Ну, а третий был я. Вот. Зачем они крестятся. Ну, не важно. Вот. Мы посмотрели. Посмотрели. И... Ну, не так и много пакостей. Все. Больше я ничего не занимаюсь. Ничем. Вот. Это не захожу сюда. Еще мне можно посмотреть форум наш. Но он долго открывается. Видимо не открыться. О! Открылся. Вот это я зрел сказал. Вот. Надо же. Я еще не знал. Потеряю тебя. О! Зинель Козур пишет. Помни две фразы, которые помогут тебе открывать многие двери в этой жизни. На себя и от себя. Как поступать, если родители колдуны. Здравствуйте, Игнатий. Мое... Вот она какая. Щелочка пострижена. Розочка в руке. Ну и вот. Мне 26 лет. Зовут Зинаида. Я замужем. У меня два сына. Мне нужен очень ваш совет. Я воспитывалась не в православной жизни, но к Богу с маленькой буквы. Я тянусь постоянно по моей жизни очень разных было спасательных чудес. Но суть в том, что мои родители знахари. И увлекаются спиритизмом, колдовством и многим чем. Я понимаю, что какие бы ни были родители, их надо почитать. Так я и делаю. Мать и отчим всегда с рождения мне говорили, что церква это не спасение. Библия это ложь. А они меня путало и во многом. Но когда я узнала правду и стала в течение жизни искать, как спасти душу, бес смущ от меня начал и к вере пришла. Бог помог мне узнать эту действие. Мама мне говорила, что перед смертью хочет передать кому из сестер своих свое умение, как она говорит, дар от Бога, помощников бесов. Но мне это не надо, я в Бога верю. Я молюсь Богу, хожу в храм по возможности, исповедуюсь. Утренние и вечерние молитвы соблюдаю. Я без молитвы не могу, они меня поддерживают. Не в пасему ныне печали я стала больше радоваться жизни и благодарить за все Бога, что посылает мне. Мне монах давно сказал, что с родителями нельзя общаться. Они продали душу дьяволу. И молиться Акафис Покров Святой Богородицы. Молитва Николая Щедотворца. Меня волнует, как мне быть с родителями, как поступать с ними. И с вами возможно пообщаться по скайпу. Спасибо, да благословит вас Господь Бог. Ну можно пообщаться, но только с 10 октября, Зинаида. А с родителями, ну как сказать, я же не знаю подробностей. Вот этот монах, который вам говорил-то, ну и другому еще батюшке скажите там, какой они совет вам дадут. Я думаю так, я не знаю, но думаю, что дадут правильный только совет. Ой, сколько тут. Ну что, что тут? Вот это все ко мне пришли, видите. Вот перечисляйте, если так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А что это? Поздравления. С днем рождения. Многие благие лета. Ну 10. 10 это ВКонтакте, я там не бываю, бывают модераторы. 10. 10. Ух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Понятно тут. Вот они идут. Это поздравления сколько. Ой, ой, ой. Десятков много, полсотни, наверное, наберется. Все там поздравляют. Еще с днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения, Игнатий Тихонович. Пусть ваша душа всегда будет веселой, радостной и бодрой. С днем рождения. Ну вот. Какое дело-то. Еще что. С днем рождения. Поздравляем. Ну так то есть много. Я не бываю, модераторы там работают, приносят. И дальше еще. Вот еще сколько идет. Ой, 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 ой. Это не все. Вот еще. Это третье. Ну это до сотни, наверное. Общее количество сообщений за 10 июля, я говорю, сотни. Порядка четырехсот сообщений приходят еще, но уже не так интенсивно. Вот видите, сколько друзей. Я там не бываю. Модераторы ко мне перекидывают, я отвечаю. Видите, сколько приходит. Но это не автоматика. Тут слова-то разные у них. А при чем тут автоматика? Игнатий Тихонович, сердечно поздравляем с днем рождения. Обильных Господних благословений. Здоровья, счастья. Это разное там пишут. Ну что сказать-то. Видите как. И Евгений, если это там. Ну слабенько так. Мои недруги-то говорят, зазомбировал. Ну как я их зазомбировал? Я их даже не знаю. Кто. Так вот еще пошли. Сообщения социальной сети. Вот тебе, да, сейчас перейду на другую страницу. Что здесь? Даниил Набережных. То ли фамилия Набережных, то ли что. Вот. Даниил. Вот. Видишь как. Даниил и женщина. Не знаю. Ой, какое-то. Растянуло-то куда ее. Тут ничего не сделать. Надо говорить. Не прочитать ничего нельзя. Игнатий Тихонович. С днем рождения. Сергей Просыпкин. Никого из них не знаю. Мир вам с днем рождения. Артем Полозян. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородно. Были всякие верующие. Это что? Полозян. Армянин видать. Он говорит. Вот здесь как. Лоб нахмурился. Вот так. Что-то не пойму я тут. Какая обстановка. Игнатий Тихонович. Благодарю всех. Ой, ой, ой. Но вот это уже никуда не годится. Фотография все развернула. Растянула. И даже не может. А что сделать? Ничего только убрать ее. С днем рождения, здоровья, любви, долгих лет жизни, радости. Всего самого наилучшего. А как убрать? Ну, как убрать? Убрать надо обязательно. Игумен Афанасий Тихонов. Сейчас меня вот с этим надо убрать. Видите, он в шахматы любит играть в шахматы. Это я тоже любил. С бородкой. Ласкер Эммануил. Быть. Ну, а как убрать? Ну, надо найти где сначала этот бегунок. А его если нет, то не видать нет. Вот он где. Как убрать? Вот, вот он где бегунок. У-у-у, разодрало как. Теперь зайти сюда. Это уже в редакцию. Редактировать. Ну, и... Серапим Саровский. Высоцкий. Лучше нашей страны я не нашел. Лучше нашей веры я не видел. Преподобный Вырецкий. С днем рождения, любви. Ну, вот это что сказать? Это вот это вот убрать. Вот это вот. Убрать. И она может сойтись здесь. Ну, и дальше сохранить. И считать невозможно. Фотография огромная. Раздирает экран. Вот так. Вот видите, уже как будто входит. Это тоже не входит. Убрать надо. Видите как. Даже другие нельзя смотреть. Почему такое перекинули мне? Жизнь вечную. Не имела жизнь вечную. Фотография. Вот это я уберу сейчас. И она может войти и в русло свое. Фотография одна, другая раздирает. Вот теперь, видишь, даже ноги появились. Вообще-то юбка-то такая короткая, как будто бы. Я не пойму. Вот это... Это тоже фотография. Это вот это. Тоже неладная. Ну, я посмотрел. На каблуках она. Тоже убрать фотографии. Видите, фотография огромная. И они раздирают набережи. Я посмотрел. И по-другому нельзя как только убрать. Убрать. И другие это хоть посмотреть. Они в экран не вмещаются. Вот видишь как. Просыпкин. Артем Полозян. Так вот. Дальше. Высоцкий. Тут что-то. Вот. Игумен. Афанасий Тихонов. Вот Игумен. В виде шкаф. Ну, теперь тоже надо убрать. Посмотрел и убрать. Иначе нельзя смотреть. Через бегунок только прохожу. Игумен. Ну, еще Игумен. Игумен. Это хорошо. Игумен. Вот так. Еще двойная тут какая-то. Видишь, иначе время трачу. Ну, и сохранить. Фотографии большие. Очень и очень. Они ими не вмещаются. Ну, а теперь посмотрим. Может быть, действительно пропустит. Этот небольшой. Ну, значит, другая какая-то растянула его. Ну, а это уже на другой странице еще сколько. Только ВКонтакте пришло еще здесь около 150 личных поздравлений. Еще столько же тоже. Около 150 было размещено открытками и другими способами. Точное число их сосчитать невозможно, так как часть их прочитана. Да и не нужно. Важно другое. Люди помнят и относятся с уважением к вашим трудам. Фото, отчет, продолжение. Ну, это администраторы пишут. Любое фото, нажав, увеличивается. Мне зачем это? Вот видишь, одна голова. Гулковская, София Гулковская, мечтаю о лете. Ну, вот, мечтаешь о лете. Была бы здесь у нас, сейчас бы уже отдыхала. А так я еще могу сказать. Видите, все. Нажат. Еще не нажимаю я. Они увеличенные и увеличенные ненормально большие. И мне приходится убирать фотографии, чтобы просчитать. Мне не хотелось бы убирать-то. Но по-другому как. Никак я не могу. Гулковская. Видите, сколько время приходит. Вот, ну что, тут вообще не видать ничего, какая фотография. Вот. Вот. Вы с женщиной. Да, лично пожелать вам много лета. Здоровья, любви, теплоты добрых, всего самого хорошего. И даже не знаешь, кто это. Дорогой Игнатий. Ну, кто хотя бы узнать-то. Елена Метлюшкина. Мир вам. Ну, вот. Я не могу вас здесь это. Сильно меня тут. Вот. Тоже убираю. Метлюшкина. Сохранить. Вот ни на чем. Теряю время. А это же. Я не к себе не скачиваю. Только и ставить не ставлю. Там модераторы ставят. А просто посмотреть это. Еще и не пропускает. Вон, наверху крутит пока. Пока крутит и не запускает посмотреть, что тут такое. А вот все. Вошло в норму. Ну, еще себе. А теперь двадцатые глянуть еще. Сколько. Ну, люди помнят, ценят. Да слава Богу. Вот человек этот. Раб Божий. Михаил. Я отвечал вам. Ну, я не знаю как. Позвоните по телефону. Последний визит. Видео с Шаповалом. Это у меня уже было. Это тоже было. Ирина Петрова. Господи, дай нам быть счастливыми в тех обстоятельствах, которые ты нам посылаешь. Видишь как. Еще. Никита Лейкин. Смирение это истина. Человек должен познать, что он ничто. Ничто это то, что было ничем прежде. Чем Бог сотворил все. Иосиф Исихас. Игнать Тихонович. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья и самое главное спасение души и всего самого наилучшего. Никита. Благодарю. Очень хорошее. Роман Мердакимов Игнать Тихонович. Долго или лет вам крепкого здоровья долголетия. Ну вот видите сколько. Сколько пришло поздравлений. Я всех всех благодарю. Вот тут убрал. Тут лишние фотографии. Теперь можно хотя бы посмотреть. И теперь чтобы вернуться надо на новое. Вот так. Благословен Господь. Что еще сказать. Все. На этом конец. Боюсь дальше что-то говорить. Надо мне закрыть. Скорее, скорее выключить. Сейчас я вырублю его. И чтобы мне поиск совершить работу. чтобы она не... Все. Однако. Время. На этом. Время. Не забыться. Нет. Самый.